Итак, всем трем и доброго времени сутка от канала Лэйзи Дмитрий. Ленивая. Если же тебя какие-то чуны всегда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях. На канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуем. Тебе не сложно, неприятная мне поддержка, мне мотивация. Ну что, начинаем, говорили? Здорово, Арен. По-моему, это стало привычкой, разве не так, Витар? Еще не раз над новыми витарами, еще раз над новыми витарами сайта угрозы, и еще раз появляетесь вы, чтобы помочь. На этот раз вы будете отчитываться непосредственно передо мной. В результате отступничества Арибет, лорд Нэшер, повысил меня с должности начальника шпионов и сделал своей правой рукой. Поздравляю, с тобой теперь дрочут. И вилку держат. Если честно, мне больше нравится оставаться в тени, но пока на времене так не будет нуждаться во мне, я буду служить ему без жалоб. Так. Ну, так как мы отыграем жадного наемника, то есть худший способ зарабатывать на жизнь, но витар хорошо платит своим слугам. Арибет сейчас нуждается во всех своих союзников витар. Служат ли они вами чести и долга, или за деньги? Ну, не знаю, не вижу ничего плохого в том, чтобы работать за деньги, в конце концов. Честь и долг это замечательно, но кушать тоже хочется. Я изучил сообщения от моих разведчиков с поля боя, и ситуация действительно угрожающая. Армия Лускана вышла в боевый поход против Новорвинтера под предводительством Арибет, уничтожая все на своем пути, оставляя позади себе лишь дымящиеся обломки. Вероятнее, вероятнее немного... А, вероятнее, намного больше должно беспокоить то, что орки и некоторые племена Утгарта присоединились к Арибет и армии Лускана для габежей и разбоев. Так, не могу поверить, что Арибет продал Новорвинтер. Да нет, могу. И что, никто не станет из защиты Новорвинтера? Мы встали. Ваши шпионы что-нибудь узнали о Моугриме? Конечно, нихрена. Так что он нужен от мини. Так. Ваши шпионы что-нибудь узнали о Моугриме? Незначительные отчеты об Моугриме свидетельствуют о том, что он не присоединился к армии Лускан. Кажется, что он собирается уступить это сражение Арибет. Я верю в то, что Арибет и захватчики из Лускана всего лишь приманка, чтобы отличить наши ресурсы и войск от настоящей угрозы. По подробни, собрать информацию о культе Моугрима было непросто, Витар, но нам известно, что и неистово ищут древние артефакты, известные как слова власти. Хотя нам неизвестно, что именно представляют собой эти слова, и почему Моугрим их так желает, нам известно, что по крайней мере существует три таких артефакта. Мы не должны позволить, чтобы они попали к руке культа. Вы должны найти эти артефакты до того, как это сделает Моугрим, Витар. Если вы этого не сделаете, то я опасаюсь того, что победа Союза Лордов окажется бессмысленной. И где они могут быть? Поступают доклады о последователях Моугрима, которые рыщут по всей стране. В холмах и горах, на севере, в лесах, на западе и даже на скидных фермах, на юге. Мне бы хотелось помочь вам больше, Витар. Возможно, вы сможете узнать больше от Лиллиан Кембридж, эксперта по старинным артефактам, утверждающий, что известно кое-что о слое власти. Лиллиан пообещала помочь моим агентам с данным делом всем, чем только сможет. Вы, наверное, сможете найти ее в товаре в юго-восточном лагере. В честь лагеря. А, помню, был ли это археолог-алкашка. Я знаю, что это может показаться невозможным заданием, Витар, но я не могу вспомнить еще мужчин, способных выполнить это задание. И что мне делать, когда выключить слава власти? Если вы найдете хотя одно из слов власти, принесите его мне. Через свою подземную сеть Катакумб я отправлю его в безопасность замка Лорд Нэша. А, а то у нас метро уже построил. Так, а где можно их искать? А, так, это уже я спрашивал, что мне делать. А, это, блин, извините. Что мне будет за это? Мой друг-наемник, вы получите огромное вознаграждение, если вам удастся найти слово власти. Немного метро-союза лордов будет более чем щедр. На эту щедрость еще 300 золотых подкиньте. Еще что-нибудь? Сожалею, что я больше ничего не могу вам сказать, даже та небольшая информация, которую я вам сообщил, стоила так много. Многие из мои лучшие люди пожертвуют в своей жизни, чтобы достать ее. Так, где я могу достать припасы? Этот лагерь был разбит специально, чтобы служить инном базе для проведения военных операций. И для осуществления поисков слов власти. В разных странах вы можете найти все, что вам необходимо. Окей. Я желаю вам удачи в выполнении вашей миссии, Витар. От этого зависят все уцелевшие жители Нэрмитра. Так. О, есть что ограбить? Наследие Утгарта. Читали. Топ, он идет в свободное место. И еще шесть диалогов. Ядрить твой налево. Все надо прочитать. Ой, камин. Слушайте. Сейчас, сейчас. Приятный звук. Ой, а это кто? Здрасте. Парень, ты кого это тут повесил? А ну-ка, лись. Это твоя та самая девочка? Так, ну что, начнем справа налево или слева направо? Как это? Дамы вперед. Или оставим, так сказать. Или приятное общение оставим на потом? Веники и веники, ели вареники. Окей. Хорошая считалка, да? Ха-ха-ха. Томми. Хорошо снова видеть вас, лорд. Значит, этот агент привел вас сюда, да? Ищите славу власть или что-то в этом роде? Здорово, Томми. Я как раз собирался сделать длинную прогулку и поискать моего старого друга Сэмми. Могу спорить, что он где-то здесь. Уверен, что мы с ним столкнемся. Хорошо, чтобы сократить историю, я был вроде как пойман за тем, что не должен был делать, когда я был там, где не должен был быть. Поэтому мистер Гент сказал, что придет и поможет мне. Я как раз подумал, что и вы, наверное, будете здесь, лорд. Эти великие герои и все такое. По поводу слов власти, чувак. Я? Черт возьми, нет. Вы можете сбегать в Колвуд и проверить лично. Как так? Ну, всегда были сказания про странные вещи, которые происходят в этих лесах. Я проходил там более месяца назад и помню, что видел какие-то развалины возле дороги. Могик сказал, что они принадлежали какому-то богатому магу, которая закрылась там давным-давно. И что она собрала множество странных вещей. Поэтому кто знает? У меня в этом районе есть старый знакомый, звать Вааш. Я бы не стал доверять ему, он хорошо знает Колвуд. Айда со мной. Договорились. Так, подкачайся. Уже, видите, он не очень сильно меняется. Ну, все равно 14. Выше он не станет. Обратите внимание, все на него смотрят. Все, все, все. Ну, кто-то на него, кто-то на меня. Штраф бараник. А, так. Это мы все уже смотрели, да. Там все смотрели. Атака украдка. Вот это я что-то не помню. Тут же кунка. Удача. Красавая. Уличное отклонение. Ладно. Так, ну что, поехали. Потряфим. Поговорим. Что это вы задумали, лорд? Ты всегда был вандитом, Томми? Забавно, что вам нужно это спрашивать, лорд. Я был мальчишкой с улицы Калимпорта в первую очередь. Именно там я научился своему уличному мастерству. Но так ведь было не всегда. По сути, когда я был юным пареньком, добрый человек-волшебник увидел во мне большой потенциал. И забрал. Большой потанцевал. И забрал меня. Я был учеником достаточно долгое время. Хорошо танцевал, да? И ведь именно тогда я встретил своего лучшего друга Сэмми. Он тоже был учеником. Я смог бы быть настоящим волшебником, если бы все было нормально. И что было не так? Ну, вы понимаете, вы можете забрать парня с улицы, но вы не встанете заставить его забыть о ней. Ну да, да. Девушку из села забрать можно, а вот село из девушки вряд ли. Меня совершенно не интересовали книги и обучение. Волшебник, как же было его имя, холоса. Он видел во мне нечто скрытое, от меня самого сказал, что я буду волшебником, хочу я этого или нет. Мне казалось, из меня выйдет великолепный вор. Если я смогу быть невидимым и буду все время летать. Я просто не мог ждать. Холосар имел в своей башне все эти штуковины, к сожалению. И так вы их украли. Конечно же я похитила. Какой же я был бы вор, если бы этого не сделал. И получил неплохие деньги на улице, хотя холосахар... Сахар. Сахар. И побил меня до синяков, когда я вернулся. Однажды я выкрал книгу заклинаний холосахара и дорого продал ее. Ох, как так... И как же тогда злился бедный старик. Вокруг моей башни поднялась буря ко времени моего возвращения. Конечно же мне пришлось соврать и сказать, что здесь виноват Сэмми. Если подумать, то как раз после этого Сэмми перестал быть учеником. Вашего друга выкинули? Да, никогда не был хорошим колдуном. И странно Сэмми не был. Тогда мы еще моим другом. Я компенсировал ему это, став позже его приятелем, когда... Кхе-кхе-кхе. Я покончил с ученичеством. Хе. Конец моего ученичества и целая история сама по себе. Я скажу вам это когда-нибудь, лорд, если вам интересно. Однажды это будет попозже, ну ладно. Продолжаем. Показалось. Рассказывал ли я историю, лорд? О, верно. По поводу конца моего ученичества у Холосахара. Итак, волшебники достаточно забавны. Вы знаете, ни один уважающий себя вор не сунул бы свой нос в места, где тебя точно поймают. Но волшебники летят словно мотыльки на огонь. Холосахар не был исключением. Он не хочет, чтобы я узнал, конечно же, но мне удалось прокраситься вокруг его башни так, чтобы он об этом не знал. И я увидел, как он призывал демонов. Демонов? То есть он был плохим. Ну, я мало что знаю о зле. Мы сейчас говорим о Калимшане. Мне были известны двое одиноких дворян, для которых уборку в доме производил Сукубус. Хе-хе-хе. Да-да. Во всяком случае, демон казался достаточно безобидным. Он даже... Они даже посмеялись с Холосахаром. И он щекотал пузу мага до тех пор, пока тот не захикал, как школьница. Когда же Холосахар отправил его и ушел, я решил самостоятельно призвать этого демона и посмотреть, насколько он может обогатить меня. В то время это не казалось мне чем-то очень важным. Вы общались с демоном? Шшш, вы заставляете это звучать так, словно мы поженились и убежали в долины, чтобы жить в блаженстве. Я призвал его лишь раз, лорд. Черт. Поэтому я прочитал немного книжки волшебника и призвал того демона. Так, демон выглядел удивленным видеть меня, и он все смеялся, смеялся и смеялся. Я спросил что-то такого смешного. Он говорит, почему ты, малыш? У него был такой низкий, широкий голос, а у меня на уме лишь, эй, я стану таким богатым. Что случилось? И так я закричал на него и потребовал сделать меня богатым, так? И он засмеялся снова. Тогда я велел сделать меня могущественным, подумав, что это будет так же хорошо. И он опять засмеялся. Наконец он спокойно согласился и дал мне волшебную палочку. Говорит, что она даст мне всю власть, что мне нужна. Паф, его нет. Ах, с этой палочкой у меня было столько проблем. Напомню, больше не давать вам магические сокровища. Эй, я ведь отлично справляюсь в свою армагию. Обычно. Ладно, забываем об этом. Я расскажу вам о том, что сделала. Волшебная палочка. Да-да-да. Не попозже? Э, куды? А сейчас. Пороложаем. Ах, полагаю, от этого вреда не будет. Но это была такая, не разбери, хлорда. Если вы помните, тут демон вручил мне волшебную палочку, так? Как только он ушел, я решил, что ее нужно испробовать. Ой, блин. Ну да, именно. Это было так, возбуждающий лорд, власть в моих руках. Мне нужно было делать рутинную работу ученика, и я решил, что палочка сделает ее за меня. Я анимировал повинующуюся мне метлу, и она начала мыть полы. Я использовал палочку, чтобы создать ведро, где никогда не заканчивается вода. Хм, напоминает ученика Чародия Диснеевского. Только не этот дебильный фильм с Николасом Кейджем, а оригинал с Микки Маусом. Я заставил столы ходить, котелки танцевать, а стулья стать на четыре ножки. Было потрясающе. Я лишь замахивал палочки, и все оживало. Нет такой волшебной палочки. Ох, вы ведь так думаете, верно. Когда в последний раз вы призывали большого демона, который дарил вам подарки? Все время случается, не так ли? Хм, метла стала первой проблемой. Она начала очищать не только полки, полы. Она начала сметать полки, сбивая различные компоненты холосара без разбора, ломая вещи, и не мог заставить ее остановиться. В панке я разрубил метлу надвое при помощи топора. Слушай, серьезно, это прям сценка из Микки Маусу. Из ученика Чародия. Но тогда обе части стали метлами. А я все рубил и рубил, затем внезапно вся комната наполнилась метелками. Они ломали все на своем пути. В своей спешке я перевернул ведро. И внезапно башня начала заполняться водой. Стол направился на меня в атаку. Ничего не удалось сделать. Целая башня уничтожалась. Хаос, полный хаос. Ох, человечество. А затем вернулся холосахар. Он попытался вас убить? Нет, он не пытался убить меня. То, как он смотрел на меня с полным разочарованием и злобой, мне показалось, я себе штаген мочу. Он вырвал у меня волшебную палочку и сломал ее. И на этом все безумие прекратилось. Ох, и он кричал. И кричал на меня. Он практически выбросил меня из башни и велел мне никогда не возвращаться. Хорошая новость в том, что холосахар рассказал об этом одному писателю. И тому история показалась забавной. Он написал пьесу. Думаете, это связано с музыкой? Только когда я подумал, что вы не становитесь в стране. Понимаете, мне действительно несколько плохо из-за этого всего. Не за себя. Я же знал, что я не волшебник. Что не я волшебник. Жаль холосахара. Он ведь хорошо обращался со мной, несмотря ни на что. У него в ту ночь было уничтожено несколько ценных компонентов. Но хуже всего была эта зола. Зола Великого Воина. Предназначалась для снадовния долгожительства. Мне всегда казалось, что мне стоит компенсировать это ему однажды. Найти эту золу, возможно, если он только еще не умер от старости. Нам могут встретиться мощи. Кто знает. Ах, кто знает. В любом случае, я счастлив, что находюсь с вами, лорд. Ведите меня. Так, ну. Оставайся тут. Ну, как обычно, да. Вот у нас получается последователь. Рассказ Томи. Томи закончил свой рассказ о том, как был учеником Хала Зара. Это тоже Зар. Упомянув, что он хотел бы найти прах великого героя, чтобы возместить причиненный ему ущерб. Слилин Кембридж. Да. Пьянью и слова силы. Окей. Вот у нас первая история. Поздравляю. 20. Нет. Так. Их шестеро, да? Блин. Тогда не делится. Черт. 100 на 6 не очень делится. Сколько получается? 10? 18? А, ладно. К черту. Фух. Ну шо. Да елан. Колись. Свою историю жизни. Добро пожаловать, Витар. Приятно видеть вас снова. Без сомнений, Оринген привел вас сюда для помощи в поисках слов власти. Здорово, Дейлан, Красный Тигр. Я уже начинаю уставать от твоей уродливой рожи, которую я вижу везде, куда ни повернусь. Что за истерика. После приятности Варибета я хотел отправиться на север в поисках возможности доказать мою ценность клану. Но даже когда мы разошлись, все равно я подозревал, что мы еще сойдем с Витар. А затем я слышал, что Оринген призвал всех тех, кто может послужить Неверинтеру, присоединиться здесь к союзу лорда у кольца Беаруна. В святом месте для Утгарта. Я подумал, что это может быть знак богов. После всего того, что вы сделали для Неверинтера, я знал, что вы окажетесь здесь, Витар. Поэтому пришел и я. Чтобы еще раз присоединиться к вам, я чувствую, что наша судьба связана друг с другом. Про слова власть что-нибудь слышал? Я ничего не слышал об этих словах, хотя последние события относительно клана Лося Утгарта, может, и стоит расследовать. Поподробнее. Клан Лося заключил союз сил на Ускан. Настолько невероятно, насколько это звучит, но они напали на форт Илкара и фермы поселенцев на юге. Есть клан Красного Тигра, но есть ценности и верования вообще для всего народа Утгарта. Мы воины и охотники, а не куражанные дикари. Народ Утгарта это люди чести. Я верю, что это работа каких-то злых сил. Темное пятно, которое запачкало благородный дух клана Лося. Не может быть другого объяснения их действий. Я вспомнил о клане Лося только потому, что вы спросили, Витара, если вы позволите мне еще раз к вам присоединиться, конечно, я последую туда, куда вы решите пойти. Айда, двинули. Так, какого у нас уровня сейчас я уже забыл? А, ну он 12-й. Ну да, здесь уже они максимально прокачаны почти. Еще на два уровня и все. Бунтик. Если сюда привезти какую-нибудь подчиненную тварь и вывезти ее из подчинения... Это жуткий мазохизм. Ну, точнее, садизм. Ее просто разрывают. Не, не шучу, кстати. Я когда раз прикола ради притаранил подчиненного большого медведя, так он даже пукнуть не успел. Его просто разнесли в клочья. Кстати, у Арина неплохой удар. Так, ну что, продолжаем. История Дейлана. Просто хотел немного поговорить. Моя сила в оружии, а не в словах Витар. Окей. Тогда махай оружием. Так. Я бы не прочь узнать, что ты думаешь о предательстве Арибета. Почему ты думаешь, что она это сделала? Есть люди, которые... Вот ты серьезно, парень? Ты там стоял, ты слышал, почему она это сделала? И мозги промыли. Есть люди, которые считают, что Арибет предала Новор Винтер из-за горя. Другие говорят, что она хотела отомстить за смерть Фентика. Вследствие какого-то перекрученного чувства справедливости. Есть даже такие, кто говорит, что она сошла с ума после смерти Фентика и просто не знала, что делать. Но я думаю, что ее руководит что-то другое. Какие ты думаешь, у нее были причины? Новор Винтер отвернулся от нее. Город отказался от нее. А люди выбросили. Нет, более-большей, чем быть выброшенной теми, кого бы ты больше всего хотел видеть вокруг себя. Этого о чем? Они никогда ее не выгоняли. А может и нет? Может и нет. Но Арибет без сомнения почувствовал именно это. Люди обвиняли Фентика настолько сильно, что он теперь мертв. Как она могла не почувствовать, что они презирают и ее? Ну, возможно. А затем лорд Нэшер послал ее в порт Ласт с Орингендом. Было очевидно, что лорд Нэшеру нужен был предлог, чтобы выслать ее из города. Без сомнения, он думал, что лучше всего успокоить людей и избавить Арибет от судьбы Фентика. Но в своем отчаянии она видела только холод и жестокость, символическое изгнание. Чувак, ты говоришь, что не умеешь разговаривать, только мечом махать? Ну, философ-то наш. Психолог, блин. Нет, прощение ее предательству. Похоже, ты оправдываешь ее. Я не говорю, что то, что сделала Арибет, было правильно или даже оправдано. Но в Утгарте есть история, древняя легенда о последствиях и предательстве. Смерть Фентика и предательство Арибет напомнили мне о предании моего народа. Я только надеюсь, что он, наверное, не постигнет даже утеч, что и Утгарт. Что за судьба? Попозже, попозже. Психолог, блин. Вот так вот. Дикая дикаря. Тут еще. Специалист по душам. Корись дальше. Нам следует сосредоточиться на поисках слов власти для Арина Гарина. Но я думаю, что можно потратить немного времени, чтобы рассказать тебе о легенде моего народа, который упомянул раньше. Давай. В древние времена все кланы Утгарта были одной могучей нацией с великим корольным героем Утгаром. Наш народ был неукротим в битве. Никто не отваживался встать против Утгара, когда он поднимал великое копье. Говорят, что никакого оружия не могло поразить его, когда он включил копье над головой. Но против нашего величия собрались армии наших врагов. Гоблинов, орков, огров и других созданий, слишком грязных для упоминания. Темная Стража пришла с гор, чтобы сразиться с Утгаром и его народом. Если верить сказанию, там был молодой мальчик, который больше всего хотел стать великим героем Утгара. Утгарта. Когда появились новости о вторжении, он поклялся, что встанет в ряды воинов мужчин. Он был просто ребенок, даже не подростком, и воины сказали ему, что он оставался с женщинами и детьми. Но парень был храбр и упрям. Он с этим не согласился. И что же натворил этот пиздец? Маленький мальчик. Ночью перед битвой мальчик вполз в палатку Утгара и украл его магическое копье, чем мальчик вышел в темноты, чтобы в одиночку встретиться с Ордой. Порку уже заслужил. Он был ребенок, он даже не знал, куда направляется, и скоро потерялся в лесу. Утром Утгар обнаружил пропажу копья. Он был вынужден вступить на врага без него. Это была яростная и кровавая битва. Многие воины пали перед тем, как враг был разбит и бежал. Но даже победа далась ужасной ценой для Утгара. Отца нашего народа он был убит стрелой, попавшим его в глаз. Что насчет пацана? После многих дней мальчик смог снова попасть в лагерь. Те, кто увидели его с копьем, быстро поняли, что произошло, и обвинили в смерти Утгара. Они навечно изгнали его, прогнав из клана. Мальчик убежал, забрав копье с собой. Он только хотел доказать, что он воин. Он только хотел помочь защитить племя. Его побуждения были благородны. Ну, такая сложная ситуация, скажем так. Но у него... Но у его действий были трагические последствия, и Утгарт не мог этого простить ему. Так же, как и Норвентер, не смог простить Фентика. Но история на этом не заканчивается. Так давай, продолжай. Мальчик исчез, его больше никогда не видели. Копье Утгара – символ и источник силы мощи нации Утгарта. Без копья мой народ был уязвим, и наши враги обрушились на нас. Великая нация Утгарта была разделена на маленькие кланы. Теперь нам больше никогда не познать славу прошлого. Если бы Утгарт простил мальчика, он и копье остались бы, империя продолжала оставаться сильной. Если бы Норвентер простил Фентика, ребятам не пришлось бы предавать любимый город. Думаю, понимаю, к чему ты конишь. Есть урок по день Утгарта, урок, на который Норвентер лучше бы обратить внимание. Есть еще надежда на города, как и надежда на Утгарта. Надежда. Есть продолжение легенды о копье Утгарта, Витар. Возможно, позже. Так, ребят, сейчас, минуточку. Небольшой перерывчик. Продолжаем. Поболтаем. Давай историю. Я пообещал сказать тебе окончание истории копья Утгара. Когда придет время, Витар, это время пришло. Да. Я как раз успел ставить честь и удалить. Как вы знаете, у меня есть видение и задание... Видение и задание доказать, что я настоящий воин Утгарт. Прошлой ночью у меня было видение, которое направило меня в моем поиске. Ну-ну, отсыпь, если не сложно. Я тоже хочу видение. Я видел копье в моих снах. Если верить легендам моего народа, племена Утгарта никогда не смогут объединиться, пока не будет найдено копье. Так я должен доказать свою значимость для моего клана, Витар. Я должен найти копье Утгара, хотя я даже не знаю, где искать. Не бойся, Витар, пока ты ищешь слова власти, мой клинок будет служить тебе и в служении тебе. Возможно, я еще смогу найти копье. Я точно верю, что это желание богов, то, что я остаюсь с вами. Вы нашли брошь моей матери, вы отомстили за ее смерть. Я не могу ничего подделать. Мне кажется, что вы поможете мне с этим. Базара 0. Найдем. Деревяшку. Благодарю вас, Витар. Ваши обещания много для меня, значит, и вы, мужчина, настоящая честь. Я знаю, что мы должны сфокусироваться на поиске слов власти. Орингет рассчитывает на нас. Но пока мы должны сфокусироваться на поиске слов власти. Орингет А. Повторяемся. Так, спасибо, что поболтали. Сиди тут, не двигайся. Последователь, как обычно, история Дейлана. Дейлана закончил свой рассказ и сказал, что он надеется найти древний артефакт, копье Утгарта, который очень важен для его народа. Самое смешное, если я ничего не путаю, этот артефакт найдется у другого. По-моему, как раз племя Лося тебе его и подарит. Ой, семь чая. Что очень странно, согласитесь. Они что же Утгарты? Так, прошу. Бодинок Глинкл. Привет, Витар. Это я, Бодинок Глинкл. Приятно видеть дружественное лицо в этом незнакомом окружении. Здорово, Жердей. Я должен ответить, что не удивился увидеть тебя здесь, в роднике Биарума, Витар. Учитывая предыдущий опыт, логично было бы предположить, что вы будете среди тех, кого наймут мастера-шпиона Неверлинтера, чтобы помочь справиться с этим делом. Отчасти это и было причиной, по которой я решил прийти сюда, Витар. Я пришел к выводу, что наши совместные путешествия в прошлом были очень поучительными. Да? У нас были совместные путешествия. Какая прелесть. Вы знаете что-нибудь в словах силы, это слабые ухи. Полагаю, что я смогу помочь тебе там, Витар. Все, что я знаю об этом месте, это как это невнятные рассказы лантанизийских исследователей, которые тщательно изучали холмы на севере от Биарума. А поподробней. Как ты знаешь, что любовь к исследованиям и тяга к открытиям является неотъемлемой чертой людей из Лантана. Всякий раз, когда наши люди попадают на чужую землю, они записывают все, что может быть им полезно. Все эти записи добавляются в Великую библиотеку Лантана, для того, чтобы все наши люди были просвещенными. Пару лет назад гном по имени Херрига Вандерласт возвратился на свой остров с записями о своем регионе. Большинство своего времени он провел исследуя холмы на севере от родника Биарума, секретно изучая привычки и дела гигантов, которые сделал это место в своем доме. Гиганты? О да, у нас нет гигантов на Лантане, поэтому мои люди очарованы ими. Исследование Херрига самое полное из всех, которые мы имеем по этим замечательным созданиям. На протяжении своего исследования он открыл, что гиганты на холмах принадлежат к исключительному роду, и если я правильно помню, они выбрали короля из своего числа, и этот король объединил несколько групп гигантов в единое могущественное племя. Они даже соорудили великое поместье, чтобы укрыть короля, и с этого момента их поселение начало распространяться на юг. До исследований Херрига мы считали, что гиганты не могут достигнуть такого великого уровня цивилизации. Еще что-то организации, извиняюсь. Еще что-нибудь? Большинство исследований Херрига были посвящены их научной природе, питанию, дружественным привычкам, жизненным циклам, первоначальным местом их пребывания. С научной точки зрения великолепное исследование, но боюсь, что оно вряд ли будет полезно в твоей миссии. Я бы с удовольствием посмотрел на этих гигантов перед тем, как уехать с севера, но мое личное желание надо оставить в стороне до тех пор, пока слова сил не будут найдены. Айда, со мной. На время. Айда, качайся. Ага, красавчик. В юбочку переоделся. Ну давай потрясим. Я рассторонник свободного обмена идеями, Витар. Что бы ты хотел знать? Что думаешь про предательство Арибет? Предательство Арибет повергло меня в непреодолимое замешательство, Витар. С одной стороны, ее действие рационально и нелогично. Она покололась уничтожить город, на защиту которого она потратила всю свою жизнь. Но с другой стороны, нелогично бы было предположить, что воины не будут мстить за смерть ее любовника. И что по поводу смерти Фантика, что явилась причина беспорядка. Его казнь не имела смысла. Он не был врагом города. И если бы он остался жить, тогда он бы сделал все, что было в его силах, чтобы мощного Арибету подняться из того, что он наделал. Какой смысл в том, чтобы убивать человека, который собрался стать твоим союзником в будущем? Для меня трудно понять такое нерациональное поведение, Витар. Ну, Морок, она вообще тот, чем манипулятор. Так, иногда люди позволяют эмоциям управлять действиями. И мы делаем дурацкие вещи. По закону действия, я не слушал казнь. Закон нужно исправниваться. Да, иногда люди... Вы говорите, что люди в Лантане никогда не принимают плохих решений. В Лантане мы основываем законы на причине и лойке. Эмоции не должны влиять ни на какие-либо решения, ни на какие-то либо решения. Мы делаем все возможное, чтобы факты рассматривались невзамутимым оком перед тем, как принять какие-то действия. Я полагаю, что в этом смысле мы довольно отличаемся от многих других культур Ферона. Мы должны ознакомиться с этими странными землями, если мы надеемся интегрировать Лантан с другими обществами на материке. Объедините, о чем вы говорите. Лантан – это остров, но географически мы отделены от остального мира. Изоляция на протяжении многих лет сформировала особенную культуру острова, которая присуща только моему народу гномам. Мы надеемся, что мы будем держаться в стороне от проблем на материке. Мы видели очарованных исследователей, которые присущи наше аналитическое строение ума. Но решили, что не будем активными участниками событий. «Недавно, однако, наша культура подвергалась радикальным изменениям вследствие экспедиции, которые оставили революционный след в нашей полной системе верований». Господи, язык сломаешь. «Скоро возможно, что это будет еще и прямая жизнь, и Лантан станет важной частью в жизни государства». АПП отробнее. «Мы думающие изобретатели и академики Витар, но не солдаты. Мы планируем перенести нашу культуру и верование в Феррун с помощью мирных средств через логические и рациональные методы. Перед тем, как мы попытаемся представить себя существующему порядку, мы должны изучить и анализировать текущие культурные и политические ситуации, которые образовались непосредственно от сфер деятельности. Мог ли ты ожидать что-нибудь меньшее, данное нашей натуре? Почему обязательно изменяется идеология? «Как ты понимаешь, революция такого масштаба должна произойти вследствие удивительных событий. Без значительного катализатора не может произойти значительной реакции. В нашем случае катализатором является единственное чудесное событие – день, когда бог Гонд Вандер Брингер прибыл на берега Лантана в смертном обличии. Это касается времени приятностей, не так ли? Ты прав, Витар. Я говорю о временах проблем, когда боги вынуждены были принять форму смертных и ходить среди нас. Я расскажу тебе эту историю, но история времени Гонда Вандер, короче, этого Гонда в Лантане довольно долго надо рассказывать. Короче, может я расскажу больше, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ох, и любишь ты п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п-п- Патрандить-то, товарищ. Тебе что-нибудь надо? Давай продолжать трещать. Похоже, что тебя заинтересовал это дело, Витар. Полагаю, что мы сможем уделить несколько минут нашего путешествия разговору о прибытии Гонда на берега Лантана. Ну, если ты, конечно, хочешь. Я не спрашивал бы, ведь мне хотелось услышать рассказ. Определенно. Как я уже упоминал ранее, Гонд появился на берегах Лантана на протяжении времен проблем. На протяжении этих лет АО, высший отец богов, решил, что боги должны ходить среди нас как смертные. Гонд Вандербрингер выбрал форму гнома. Логический выбор, беря во внимание все преимущества нашей расы. В этой форме он и прибыл на берега Лантана. Как ты можешь себе представить, люди скептически относились к требованиям Гонда, но священнослужители Вандербрингера подтвердили его личность. Продолжай. Во времена проблем между смертными богами было великое противостояние. Бейн, Баал и Меркул изрубили друг друга до смерти, борясь за власть. Ваукин, богиня богатства и коммерции, исчезла и никогда больше не возвращалась, но Гонд решил не участвовать в махинациях и бороться за власть другими богами. Он мирно жил среди людей моего родного города, делясь с нами своей мудростью и опытом. Возможно, что самым ценным его даром был секрет производства дымового пороха. Дымный порошок. Дымовый порох очень полезен, если случается что-то угрожающее. Он имеет сходство с грубым черным песком, но когда его подожжешь, то он взрывается с невероятной силой. Горит вообще-то не взрывается. Дымовый порох чудесное средство, которое можно применять во многих областях, но оно может стать опасным оружием в неверных руках. Вот почему даже среди лантанезийских людей секрет дымового пороха известен только избранно. Но если даже рассматривать дымовый порох как самый ценный дар Гонда, то в общих чертах можно сказать, что это была не самая большая часть его знаний, которым делился с нами. Что вы имеете в виду? Что... Какой был другой подарок? Как я уже тебе сказал, мы общество исследователей и ученых. Мы целенаправленно изолируем себя от политики и событий в Ферруне, но Гонд это все изменил. Он сказал, что близкое время, когда мы будем втянуты в разборки на континенте. Пришло время, когда мы не можем позволить себе оставаться спокойными и нейтральными. Он не сказал, когда это время придет или какие обстоятельства на это повлияют, но когда Бог велит тебе выходить в остальные миры, ты должен быть достаточно мудро, чтобы последовать этому. Поэтому Лантан все еще очень закрытое и таинственное общество. Беря во внимание аналитическую натуру нашего общества, можно предположить, что мы бы не сразу стали смешиваться с остальными Феррунами без тщательного изучения и исследований того, что нам придется предпринимать. Открытие и расчеты тех, кто покинул нашу родину ради исследований, стали незаменимым инструментом в изучении общества и культуры, с которым в скором времени нам бы пришлось взаимодействовать. Теперь по закону все, кто покидает Лантан, сперва должны сходить к священнослужителям Гонда Вандербрингера, чтобы получить соответствующее руководство к их путешествию. И какое же божественное руководство вы получили. Я, ну ты знаешь, как обычно, отпарался с Гондом и все в этом вроде не то, чтобы, не то, чтобы ты ожидал услышать. Толстобрюхие, ну-ка колись. Наставление, которое получил от священнослужителей Гонда, очень личная и персональная вещь, Витар, так что нам нечего делать в нашей работе. Ну понятно. Попозже, попозже расскажу. Так. Как это? Туда, сюда. Сюда. Туда. Потому что я сам-то не умею. Давай, рассказывай. Я, наверное, не должен был говорить тебе это, Витар, но ты уже проявил себя благородно много раз, и я уверен, что даже сам Гонд попросил бы тебя помочь мне в этом деле. Я только могу открыть секреты, известные людям Лантана и служащим церкви Гонда Вандербрингера. Вандербрингера, да. Я полагаю, что ты не дашь этим секретам распространиться. Не, ты что? Как ты знаешь, Витар, я покинул Лантан для путешествия и открытия, но ты еще не знаешь, что мое путешествие это святое паломничество во имя великого Гонда Вандербрингера. Меня тоже нагрузили и этой обязанностью. Ну-ка, лись ты уже. Когда кто-нибудь из нашего народа отправляется в путешествие на континент, то священнослужители просят Гонда, чтобы он показал, что невиданное найдет отправившееся в путешествие. В моем случае священники увидели страшное создание невероятных размеров и очень могущественное. Монстр, который неизвестен моему народу. Только проконсультировавшись с текстами Великой Библиотеки, священники поняли, что чудовищем окажется дракон. Вам нужно вернуть дракона? Это будет нелегко. Очевидно, что притащить с собой целого дракона было бы невозможно, и поэтому эти священнослужители дали мне такое идиотское задание. Кроме того, они сказали мне вернуться с чешуей дракона. С помощью экспериментирования, изучения магического прогноза мы можем узнать все об этих существах из одной единой чешуйки. Однако чешуя не должна быть испорчена заклинаниями или другими неприродными силами, таким как магическое оружие, иначе эксперимент будет сорван внешним воздействием. И вы хотите, чтобы я нашел для вас чешую? А, так что мы должны убить дракона без использования заклинаниями магического оружия? Я понимаю, что одолеть дракона без заклинаниями магического оружия практически невозможно. Однако должен же быть какой-нибудь другой путь, чтобы достать чешую. Драконы иногда вступают будут другими созданиями, гигантами и другими драконами, главным образом. Во время таких столкновений дракон непременно будет ранен или, возможно, даже убит. Если мыслить логически, то мы должны найти чешую дракона, которая просто отвалилась или была удалена во время этих столкновений. Это намного лучше, чем самостоятельно убивать дракона без помощи любых магических предметов. Так вы собираетесь идти искать пещеру дракона? Не бойся, Витар, я буду оставаться у тебя на службе на протяжении всех поисков слов силы. За время, проведенной с тобой, я увидел больше чудес и пережил столько невероятных приключений, чем за всю жизнь на своей родине. Когда я вернусь, мои записи пополнить знания... Да блин, всего лантана. Я был бы дураком, если бы оставил тебя сейчас, если бы... Даже если бы я думал, что смогу одолеть дракона собственными руками. Окей, найдем где-нибудь мы чешую дракона. Так, ладно, давай, загорай тут и больше со мной не ходи. Ой, блин, как же этот гном любит потрепаться, трындец какой-то. Так, последователь. Смотри, Бодинка. Так, Бодинка рассказал, что то, о чем просили служители Гонда, он нашел и принес в лантан. А, тут неправильный перевод. Ну, короче, чешую дракона надо найти. Так, 50% есть, осталось еще столько же. Ой, бляхомуха, изба читальная, блин. А эти, это еще только первая комната. А там еще целый город. Ну, херова туча заданий. Здорово, грим-гно. Огни войны горят на горизонте, Витар. Почему я не удивлен, увидев тебя здесь, к кующим кровавым наследия будущих разрушений? Здорово, извращенец. Немногие считают хорошей идеей увидеть членов моего ордена, Витар, но мы с тобой одного типа, мы не боимся смерти и убийства. Я боюсь. А еще у тебя шипы странные на плечах. А, у меня тоже. Ну да, мы единомышленники. Ну и Дейлан еще немножко с нами. У него тоже пара шипов. Агент? Не, все остальные не наши. Когда я услышал, что Орингенфер будет наемников на свое дело, я знал, что ты придешь, Витар, так как и я пришел. Наши судьбы, кажется, снова переплелились. Предательство Арибет поддерживало огонь войны, и я собираюсь увидеть убийство вновь, если нам повезет. Эта война охватит целый рьен. По поводу слов силы. Я не слышал ни одного из этих слов, Витар, хотя я когда-то жил с моим кланом в горах на севере. Ты жил в этом районе? Давным-давно мой клан полуросликов проживал в горах дракона, хотя когда Бруйнор Бэтлхаммер снова занял Нитральский замок, мы ушли, чтобы присоединиться к другим нашим сородичам, которые собрались под его знамением. Ночью можно было часто видеть больших червей, скачащих под залитым лунным светом небеса. Существовало множество легенд о великих тайниках, охраняемых этими крылатыми змеями и могущественными артефактами, которые можно найти внутри. Я в частности не упоминаю о словах власти, я могу лишь предполагать, что такой мощный предмет можно вероятно найти в логовище дракона. Если желаешь, Витар, я с радостью присоединюсь к тебе, чтобы отыскать эти слова власти, и я не сомневаюсь, что наше партнерство закончилось бы бичом смерти по всей земле. Ну пошли. Так, давай подкачайся. Вот так. Вот так вот. Ну да, потрещим. Разговор, способ проводить время до тех пор, пока лод тишины не придет за нами. Про что ты желаешь поговорить? Что думаешь по поводу аребеты? Аребетки, аребетки, аребетки. У меня смешались чувства относительно действий паладина. Они говорят, одни говорят, что предательство ее привело к казни ее любимого. А, они говорят все-таки, что предательство ее привело к казни ее любимого. Она не смогла принять его смерть, печально, печаль и желание мести свели ее с ума. Как член ордена медленной смерти, ее реакция на недвижные события кажется довольно ребяческой. Безмолвный владыка придет за всеми нами. Мы могли бы научиться принимать это. Принимая во внимание то, что смерть лишь одна, видеть свою любовь, повышенной прямо перед тобой, нелегко. Она бы чувствовала себя лучше, если бы внутренностью любовника были съедены голодным троллем. Или если бы его конечности порвал, вырвал из сустава сердитый великан. Или, возможно, она была бы менее злой, если бы медленно действующий яд вогнал его в сон, в котором он никогда бы не проснулся. Смерть есть смерть, Витар. Морден пытается помочь миру это понять. Так что ты не одобряешь того, что она сделала. Мотивы и поступков кажутся мне глупыми, но результат мне нравится. Из-за нее началась война на севере. Тысячи умирают мучительной смертью, издавая пронзительные предсмертные крики под клинками, которым она дала волю. Тихий лорд может созывать гостей на то угощение, которое послал ему Арибет. И пока смерть набивает брюхо, как солдатами, так и мирными жителями я буду присутствовать, чтобы быть свидетелем обжорства учителя. Ты жаждущий крови псих, Гримгнол. Мне это нравится. Ты любишь смерть и массовое убийство, что есть редкость за пределами нашего ордена, Витар. Но пока что даже ты не можешь понять настоящую красоту смерти и летать тихого лорда. Как монах длинной... Долгой, может быть, смерти. Я был подвергнут ритуалам и церемониям, которые приносят истинное понимание тем, которых остальные боятся в своем небежестве. Пытки, боль, страдания и даже сама смерть. Это прекрасно. Так, я никогда... Ты злой. Ага. Я никогда не мог поверить в то, что эти вещи могут быть красивыми. Ты злой, злой человек. Нет. Второе. Я убиваю, когда в этом есть необходимость, Гримгнол. И ничего красивого я в этом никогда не видел. Ты приносишь разруху всюду, где появляешься Витар. Твои намерения могут быть добрыми или злыми, это неважно. Смерть всегда с тобой. Тихий лот отметил тебя своим знаком. Пошел ты в жопу. Если бы я смог поделиться чувствами, испытанными во время моего посвящения, ты мог бы бегло ознакомиться с некоторыми небольшими намеками на то, что в действительности значит смерть. Единственная чистая и абсолютная правда несовершенного существования. Ну-ка, лись давай. Не, Витар, не сейчас. Я боюсь, ты не готов к той мудрости, которую я смогу с тобой поделиться. Возможно, позже, но понятно. Не хочет он мне рассказывать. Козлина, козлина. Говорит, должно пройти время. Вот как раз я потянулся. Время прошло. Продолжай. Так, разговор, бла-бла-бла. Давай, продолжай. Ну, хорошо, Витар. Красоту смерти нелегко понять, но если желаешь, я расскажу тебе о некоторых ритуалах, которые я подвергся, когда присоединился к медленной смерти. Ко-ли-с. Перед тем, как новичок будет принят в орден, он должен научиться ценить красоту смерти. Мы должны пройти по кладбищам в поисках этой красоты. Мы должны жить и существовать среди мертвых и умирающих. Мы должны окружить себя тем, что другие считают ужасным или жутким. Для многих это самая простая часть нашего обучения. Я сам уже пришел в восторг от трупов на бранных полях. Я уже осознал совершенную правду их смертей. Дальше. Следующая фаза нашей тренировки научится понимать инструменты, которые безмолвный владыка использует, чтобы подготовить нас к смерти. Боль, страдания, горе, агония. Мы участвуем в пытке жертв. Мы являемся свидетелями приятного освобождения, которое они достигают, когда в конце концов поддаются смерти. А затем мы поддаемся тем же мучениям, что и наши жертвы. Мы испытываем боль и страдания, поскольку уничтожает ту часть нас, которая цепляется за смертный мир. Твое предназначение пытать себя? Только через преодоление такой боли мы понимаем, как это готовит нас встать на колени перед алтарем безмолвного владыки. Боль существует в этом мире, но она может пропустить нас в следующий. Безмолвный владыка требует многих во время этой стадии посвящения. Те, кого он отобрал, чтобы прислуживать ему в этом мире, те, кто выжил, продолжают свое обучение. На следующей стадии нашего посвящения мы должны стать истинными служителями безмолвного владыки. Мы должны убить трех человек. Богатого старика, бедную девушку и новорожденного ребенка. Почему должно быть три специфических жертв? Убивая богатого старика, бедную девушку и новорожденного ребенка, мы поймем, что все мы подданные безмолвному владыке. Мужчина, женщина, молодой, старый, богатый, бедный, смерть преобладает над всеми нами. Затем мы должны предстать перед колесом. Это простое задание для того, кто приведет больше новичков в руки безмолвного владыки, чем любой другой. Колесо учит нас тому, что безмолвный владыка выбирает по своему желанию, а не по нашему. Мы подчинены капризу и шансу смерти случайно. Как колесо работает? Колесо сделано из чередующихся белых и черных квадратов. Если указатель остановится на белом квадрате, мы переходим к заключительной фазе посвящения, а если на черном, нас убивают на месте. Башка загружилась, извините. Когда я начинал проходить посвящение, у нас было шестеро, которые хотели присоединиться к ордену. Двое умерли при пытках, один был схвачен и повешен после убийства богатого пожилого торговца. Так что нас осталось трое, чтобы предстать перед колесом. И я один выжил, чтобы перейти к заключительной фазе посвящения. Кажется, что твоему культу нравилось, убивать своих шестеренов. Это немного глупо. Те, кто нас посвящал, нужны нам, чтобы мы познали всю правду о том, что такое смерть и что он собой представляет. И чего нам не хватает в тех пунктах, которые мы компенсируем убеждениями. Что-то последнее состязание. И это я еще не готов разделить с тобой, Витар, так как еще не завершил. Эй, ну ты думал, что чужий член культа? Я монах медленной смерти, Витар. Заключительный вызов потребуется лишь тогда, когда я пожелаю войти во внутренний круг своего ордена. Что-то теперь он вообще беда какая-то, по-моему. Я хочу попросить тебя о помощи в этом, Витар. Но эта задача святая для ордена, несмотря на то, что ты сделал. Я еще не уверен, что ты готов изучать наши самые святые секреты. Если бы я был в монастыре, я бы мог спросить у старших. Но в их отсутствии я могу лишь ждать и наблюдать, не будет ли мне послан какой-нибудь знак. Только если я получу этот знак, я смогу рассказать тебе о конечной цели, Витар. Возможно, позже. Бла-бла-бла. Смотри. Вот. Вот тебе знак. Я могу делать вот так. Выходящий знак? Да, ему подошло. Я ждал приказа безмолвного владыки, прежде чем обсудить это с тобой, Витар. Но теперь я осознаю, каким глупцом было. Ты инструмент в руках безмолвного владыки. Ты предписываешь его волю в этом мире распространяя смерть везде, куда бы ты ни пошел. Безмолвный владыка не просто так свел нас вместе. Не знал, что этот балет так работает. Ты здесь для того, чтобы помочь мне в этом задании, Витар. Сам факт твоего присутствия здесь, доказательство того, что Тихий Лорд хочет, чтобы я попросил тебя опомнить. Блин, чтобы, 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 чтобы. Ну давай уже. Я должен убить одного из членов внутреннего круга. Лишь после того, как я доставлю одного из членов безмолвного владыки, я достоин присоединиться к ним. Звучит несложно. Это препятствие, Витар. Любому из нашего Ордена запрещено убивать кого-либо из внутреннего круга, если мы не используем оружие, освещенное самим членами внутреннего круга. Г. Логика. Так почему бы не осветить оружие, чтобы как-то кто-нибудь еще мог его использовать, чтобы убить их? Ты забыл, Витар, мы не боимся смерти. Обычай существует, чтобы обеспечить следующее. Если нужно лишить жизни кого-то из внутреннего круга, это должен сделать монах, который доказал, что он достойный этой чести. Когда кто-то из нашего Ордена уходит во внутренний круг, они должны осветить оружие, которое может быть использовано, чтобы отправить их к Тихому Лорду. Затем они берут оружие и прячут его в очень опасном месте. Для того, чтобы найти это оружие, нужна удача, фортуна и умения. Фактически мы верим только в то, что ведущая рука Тихого Лорда вернет освещенное оружие в обладании одному из нашего Ордена. Ага. А не будет ли моя помощь с нарушением? Сначала я боялся того, что если я заручусь твоей поддержкой, это будет кощунством. Однако сейчас я понимаю, что ты орудие Тихого Лорда... Ну, короче, ясно. Как я узнаю, что это именно освещенное оружие? Освещенное оружие украшает символом моего Ордена. Протянутая рука безмолвного владыки, желающего владеть всеми нами. Не бойся, Витар, я буду служить тебе. Бла-бла-бла, в общем, пойдем вместе. Если мне предназначено найти одну из священных орудий, оно будет в твоем распоряжении, поскольку ты продолжаешь создавать свою погруженную в кровь легенду. В крови легенду. Ну, окей. Если Лор Тишина это желает, мы все найдем. Окей. Давай, отдыхай. Так, думаю, время разойтись. Так, последуйте. История. Гримм, он говорил о том, что ищет одну вещь, которая позволит закончить обряд посвящения в Орден Долгой Смерти. Оружие благословено одним из братьев Ордена, которые используют для их убийства. Девчонки! Остались только вы. Красота. Так. Да ладно, мы же по очереди пойдем. Сколько там времени-то уже. Почти час прошел, а? Лену, Ленарал. Ланарал. Мой дорогой друг, Витар, своим появлением ты согреваешь мое сердце. Должно быть, Оренген перевел тебя сюда, на поиски слов власти. Почему с ними нельзя замутить? Вы посмотрите на эту красотульку. И на эту красотульку. Ну ладно. Посмотрите на эту замечательную квадратную пиксельную попу. Найти треугольные груди. Ну, не совсем треугольные. Не Лару Крофт первая, но что-то очень близко. Ах, мечта-мечта. Так, что там. Приятно тебя снова увидеть, Лену. После предательства Арибет я подготовился к возвращению в Эвереску. К углу мне души я молилась, что мы с тобой еще когда-нибудь встретимся, Витар. Когда я услышал о том, что Оренген собирает храбрых искателей приключений на службу на Верметру, чтобы присоединиться к Альянсу Лордов здесь, возле колосса Беоруна, я знал, что ты не сможешь упустить такой случай. Тебе нужны героические поступки, как обжоре булочки, Витар. Я использовал первым выездом из города и пришел сюда. Вот фактически вторая прогулка привела меня сюда. О, Лену, а что случилось с первой лошадью? Ты заставляешь это звучать так, как будто... Ладно, не обращай внимания. Сначала предполагаю, что я сделал остановку во время поездки на одной из телег с провиатом, но телега, на которой я ехала, сломалась. Да ну. Вот. Мы остановились. Ночлег, и мне проснулся кошмар, будто меня преследует дракон. Я проснулась и увидела, что на фоне луны прорисовываются черта ничего-то большого. Я точно знала, что это не было похоже на дракона, но была испугана. Так я прочитала первое заклинание, которое пришло мне в голову. Первая вспышка молнии принесла небольшие разрушения, но следующие три уничтожили его на маленькие, почти незаметные кусочки. И увозчики выгнали тебя. Было темно, и все были настолько шокированы молниями, что никто не понял, откуда они взялись. Я думаю, я им сказал, что это за меня. Хотя мне надо было туда идти, я заплачу лору наше свое заработное, когда мы здесь управимся, ну понятно. Что-нибудь о словах власти. Я не знаю, где они могут быть, хотя я бы предположила, что подобная магия может иметь отношение к древнему временам. Это наводит меня на мысль о руинах, которые расположены южнее. Недавно я читал о руинах, в которых остались следы древних культур, чьи познания в области магии были намного более глубокими, чем у любых современных. Я эльф из Верески, земли, где изучены тайны не просто путь, а наивысшее призвание. Южные руины зовут меня, как будто они прячут в себе те знания, которые нам всем нужны. Я думаю, это может быть мое собственное наследство, движет меня к изучению чего-то старого и необычного, такого, как эти известные руины. Хотя, возможно, это даже что-то большее. Я, как всегда, буду следовать за тобой, мой дорогой Витар. Бла-бла-бла. Ну окей, давай, древнер. Так, потренируйся. Вообще, интересный момент. Вот они так рассказывают, да, о руинах и так далее. Я вот никогда не задумывался, а есть ли какая-то привязка этих персонажей к, скажем так, к выполнению, к выполняемым заданиям. Знаешь, например, вот она говорит про руины, а Томми говорит там про холмы. Вот, например, есть ли такое, что вот именно там, где, именно там, про что они рассказывают, именно этот персонаж будет наиболее полезным. Никогда про такое не думал. Но, знаете, это как-то слишком круто, это комбинирование такое. Не знаю, это как-то очень уж мощно. Менять их постоянно. Как по мне, жалко, что здесь нельзя двоих сразу нанимать. Как вот Форрес в Андердарке, например. Там вообще шикарно. Два наемника за раз. Двое. Ты спокойно берешь, допустим, если ты воин, берешь Лину и Томми. Все. Тебе не все проблемы по плечу. Ну, или Лину и Бодинока. Ну, то есть, вот так вот. Вот. Если ты, соответственно, кто-то, кому нужна помощь, берешь вот этого товарища. И все ту же... Ну, Лину, она вообще универсальна. Вот. Ну, блин, ладно. Ну что, Лину, потрещил? А мне нравится с тобой общаться, но не думаешь ли ты, что нам стоит прямо сейчас вернуться к твоей миссии? Почему ты решил, что тебе нужно быть священником? Да, давно никто не задавал мне этот вопрос. Я никому на него не отвечу, поэтому пошел нахер, диалог заканчивается. Фух, шутка. Я пришел к Сихонин Серебряный Лук, когда была очень молода. Это необычно, так как мои родители были магами и последователем бога Кореллона. Все началось, когда меня послали в школу Гайи Долина Сентриста для обучения. Понимаете, мои родители серьезно занимались таинствами и пользовались уважением. Полагалось, что я должна была перенять от своих родителей их магическое мастерство. Что это за возможности? Все дети талантливых волшебников в Вереске отсылаются в специальные школы, как таланты, так как ожидалось, что они преуспеют совершенствовать искусство заклинаний. Моя способность попадать в неприятности начала проявляться к этому возрасту, но мои родители сдерживали ее, думая, что я ее перерасту. Хорошо, продолжай. В первый день занятий был катастрофой, но я не думаю, что мне надо было что-то делать с моей способностью вызывать заклинания. Я была чрезвычайно любознательным, а Гэндалин был строгим старым учителем, который ждал, что все, даже дети, были терпеливыми, тихими и аккуратными. Я двали обладаю этими чертами сейчас, не говоря уже о времени, когда я была ребенком. Учитель решил начать занятия с могущественного заклинания, чтобы заставить нас повиноваться своим наставлением. Он отвернулся, и я подошел поближе. Что вы поднимаете под подготовкой к атаке? Я только хотел посмотреть на предметы заклинания. Они были очень интересны, особенно изумительный самоцвет, который находился у него, когда учитель сидел подле круга. Ну вот он пошел достать камень, но его там не было. Заклинания не удалось, заставив его несколько недель выделить фиолетовый дым. Так он тебя выгнул? Гэйдалину хорошо заплатили за то, что он учил нас. Он не выгонял меня, но никогда и не прощал. Это было не единственное происшествие, сорвавшее занятие, когда я была поближе. Несмотря на все это, я все еще могла стать волшебница, если бы не мое небольшое путешествие. Это была катастрофа, которую долго будут помнить в нашем красивом городе. В этот день моя судьба была отмечена печатью Саханин. Ну-ка, ну-ка. Мне придется рассказать вам о моем путешествии по измерениям позднее. Окей. Позднее. Позднее. Позднее, значит, да? Окей. Давай сделаем вот так вот. О, смотри, как умею. Давай расскажу. Я думаю, ты не будешь знать покоя, пока не расскажу тебе о том, что случилось, почему я стала жрецом Саханин. Я думаю, что могу рассказать тебе, хотя это был шокирующий опыт. Ну, давай колись. Прошло около месяца с начала наших занятий, как Гэндолин решил разрешить нам изучать некоторые магические артефакты из его коллекции. Он привел нас в свой подвал, в ту часть, где находились магические знаки низких уровней. Мы с ним немного поиграли, но потом мне надоело. Это проблема. Заскучавшие дети с магическими предметами, я должна сказать, это беда. Будучи из семьи чародеев, большинство из нас видели знаки, похожие на эти. Я почти не была удивлена волшебной палочкой для магического метания. Я заметил, что одна из дверей осталась открытой, поэтому я решил, что я смогу кратко заглянуть внутрь. Не собиралась что-либо трогать, но два других ученика вошли следом за мной. Один из них спросил, что я здесь делаю. Его голос нападал меня так, что я подпрыгнула, но не приземлилась на пол. Я не видела веревку, которая висела, чтобы не пускать людей к этой выставке. Дыра, в которую я упала, была дверью в другую плоскость существования, по крайней мере, так сказали мне позже, в другую плоскость существования. Согласно Гидарину, никто даже ребенок не мог там выжить. И как ты выжила? Все, что я знаю, это то, что мое тело, казалось, увеличилось и уменьшилось в размерах ужасно быстро, как у учащенно дышащей жабы. Это чувство, казалось, длилось часы, но на самом деле секунды. Я не могу объяснить по-другому. Когда это прекратилось, я открыл глаза. Там была большая серая хлюпающая тварь, которая смотрела на меня десятью парами глаз. Я помню, как захныкала. Затем она начала двигаться. Я, наверное, никогда не видела, чтобы что-либо так быстро передвигалась. Я закричала, когда она бросилась на меня и продолжала кричать, как вдруг шар, горячий глупым светом, разрезал ее тело, через секунду он мог настигнуть меня. Я сел на землю неудержимо дрожа. Руки окутывали мое дрожащее тело, мягкий голос, что-то шептал мне в ухо. Что тебе сказал голос? Я могу только вернуть образы путешествия, безопасности, жизни, смерти и времени, когда надо прийти. Как и говорил голос, я почувствовал сильную усталость и уснула. Когда я проснулся, я лежала в удобной кровати, окруженными занавесками, натянутыми до потолка, и я могла слышать женские и мужские голоса, нежно говорившие за ними. Голоса были внезапно прерваны приходом моего учителя, который сердится спросил, почему меня доставили в храм Сиханин. Одно только слово женщины заставило его замолчать. И что она сказала? Она сказала только его имя. Он посмотрел на нее пронизывающим взглядом, потом его глаза расширились от удивления, и он опустился на колени. Я была смущена, не зная, кто стоял у кровати. Единственное слово, которое смог произнести мой учитель, было имя. Сиханин. Подожди, ты была спасена богиней? Богиня подошла, отвернула занавеску. Она улыбнулась и поцеловала меня в лоб. Дитя мое, сказала она, тебе будет способствовать невероятный успех. Зеленое свечение окружило ее тело, когда она отступила назад и исчезла. Многие годы после этого случая люди относились ко мне трепетно и называли божественным детем. Божественным детем. Дететкой. Это тише. Из-за чем понятно. Кажется, это выходит за пределы всяческого везения. Такова моя жизнь, не везение и удача в разных долях, как подарок золота, который давит тебе своим весом. Я посвятил свою жизнь богине, она вручила мне этот дар и я отдала ей все взамен. Есть миссия, которую она хочет, чтобы я выполнила, поэтому она решила спасти мою жизнь. Задание. Я подслушал несколько слов, сказанных ей верховному жрецу, перед тем, как мой учитель зашел в комнату. Но это мое задание и оно не должно пересекаться с вашими поисками. Значит, смотри. Еще раз. Вот что я умею. Вот. А еще я умею делать вот так. Если ты мне не расскажешь, я тебя сожру. Че дергаетесь? Ясно? Давай, колись. Так. Витарлайда, ты мой самый лучший друг во всем мире. Я знаю, что мы должны работать вместе, чтобы выполнить все наши задания. Я говорил тебе, что подслушал разговор с Эхонином Мунбао с главным священником и ее ордена. Слова, которые я услышал всю мою жизнь, будут эхом отдаваться в моей голове. Давай, колись. Она сказала старшему священнику, что во время своих странствий по этому миру она прошла по лесу, в котором растут такие дубы, что аж дух захватывает, чем этот лес рос внутри цепи вулкана. Пока она стояла в раздумьях и восхищалась деревьями, произошло извержение нового из вулканов. Лава пал на гору, сжигая все на своем пути. Так я мог бы стоять и восхищаться твоей красотой бесконечными часами. Ох ты шо. Слышь, яичишки-то откати. О, теперь это замечание, которое может доставить женское сердце запнуться. Но давай обсудим это позже. Давай, я не против. Так, лава дошла до границы леса и сожгла каждое дерево. Это опечалило Эхонину, но после она готовилась уходить. Но пока она готовилась уходить, она заметила что-то необычное. Семена дерева плыли на вершине лавы. Хм, интересно. Они не сгорели. Когда лава остыла, семена открылись, и маленькие ростки вылезли из раковин, чтобы пустить корни в новообразованном слой земли. Через неделю лес восстановился, и там стояли дубы, высокие, непокоренные окружающими вулканами и огненным уничтожением. Хм, красавица, стоящая посреди огненной разрухи. Это ты, догадка. Что ты имеешь в виду? Ой, я думаю, я поняла. Спасибо, эта картинка мне нравится. Я думаю, она просто заставляет меня чувствовать себя так, как будто у меня больше смысла в жизни. Ты удивил меня, это орла, и это мне нравится влюбл. Саханин была так поражена магией этих деревьев, что она сделала свое любимое оружие из ветки одного из этих дубов. Саханин покинул лес во время от времени, возвращаясь туда, чтобы насладиться величием их красоты. Однажды она вернулась и увидела, что все деревья исчезли. Не осталось ни одной семени, из-за чего она расплакалась. Печалька. Что случилось? Саханин не знала, что случилось. Ее не было несколько столетий, а потом не осталось никакого следа могучих вулканических дубов. Действительно, куда это недели за несколько веков-то? Это моя задача, дорогой. Саханин думает, что, возможно, однажды эльфийская жица найдет семя вулканического дуба и принесет его в Вавереску, как символ возрождения эльфов. Согласно этому символу, как дуб возродился после огненной смерти, так наши люди смогут быть возрождены в духе, хотя мы можем столкнуться с неприятностями. Я должен найти, бла-бла-бла, не знаю, где оно. Это все, что я могу рассказать тебе, дорогой Витара. Я буду защищать твою жизнь так же, как и свою, пока на время тогда не будет безопасности. Может быть, судьба когда-нибудь придет мне к семени. Богиня направила меня быть с тобой. С твоей помощью я восстановила потир Мунбау и нашла на них своего мужа. Ты мой гидрит противодействию вулканическому дубу восстановлению моих людей. Окей, найдем. Так, слушайте, знаете, что я предлагаю? Все-таки предлагаю Лину взять с собой, наверное. Так, пока позагорай. Что-то мне хочется взять с собой напарника, и вот из всех этих ребят реально Лину... Во-первых, самое полезное. Во-вторых, умеет лечить. Вот самое важное. Она умеет заниматься самолечением в случае чего. Это важный момент. Вот, то есть на нее можно будет особо не отвлекаться. Не знаю зачем. Я же все равно постоянно вызываю каких-нибудь существ. Кого-нибудь да вызываю, кого-нибудь да призываю. А так, обредим ее сейчас в дерево, в камень. Дадим ей сопротивляемость. И будет у нас не Лину, а Терминатор. Так, ну что, последнее на сегодня. Лину закончила свой рассказ, упомянув, что она ищет вулканический дуб, очень редкое мистическое дерево, которым необходим ее народу. Окей. Так, ну что, Шарвин, привет. Рожулька. Ха, откуда-то я знал, что вы не можете быть далеко, Витар? Когда Орингент упомянул, зачем мы здесь, меня начало интересовать, когда вы появитесь. Здорово. Здорово, стройняшка. Я сказал, что мне было приятно видеть вас, только сказала, что знала, что вы придете. Ха-ха. Я все же пошутил, Витар. Конечно, хорошо, что вы здесь. Ой-ой-ой. Вначале я не собирался идти к колодцу Биаруны. Я подумал, что достаточно сделано на вашей стороне, но история еще не закончена, не так ли? А вы знаете, что я готов за хорошую сказку. Итак, что вы скажете, Витар? Нам опять надо объединиться. Я хочу узнать это от вас. Слова силы? Нет, совсем ничего не знаю. Мне тоже это кажется странным. Мне достаточно познаний, но и ни один из томов, который я исследовал, не упоминает о них. Хотя у меня есть смысл, где их можно искать. Колись. К югу от форта Элкара должны быть какие-то древние руины. Древнее, чем любое поселение в этих землях. Так говорят сказки. Предположительно, однажды это был дом расы создателей, который предшествует даже эльфам. Если такое можно себе представить. Хотя я никогда не слышал, чтобы оттуда кто-то возвращался, значит, там может быть все что угодно. Магическая сила в этом районе должна быть невероятной. Там есть каменные монолиты, к которым опасно даже приближаться, что дает мне еще одну причину думать, что и слова могут быть там. Окай, двинулись со мной. Так, потренируйся, детка. Опа. Единственный минус Лину, это то, что она рукопашник. Вот. С другой стороны, не такой же тренин. Фух. Шарвин, поехали. Да, сэр, вам что-то требуется. Потрендим. Говорить? О чем, Витар? Может, расскажете мне сказку Шарвин? Вы все-таки Барт. Обычно я берегу свою лучшую историю для ТВ, но с большим числом слушателей. Почему я должна рассказывать историю только для вас, Витар? Я вас попросил. Вы мне работаете. А, потому что мне нравится ваш прекрасный голос. Ммм, соблазнить мне, должна признаться. Возможно, я попрошу вас снять вашу тунику, пока я буду говорить, что мы были на равных условиях. Да мы вроде и так на равных условиях. У меня тоже, знаешь, разрез не до пупка, конечно, но до верха... До... до верху этого... Как его... Ну, кубики-то здесь, как они называются? А, да, пресс, пресс, да, да. Хрень какая-то с животом непонятная. Так. Вот что я вам скажу, Витар. Я расскажу вам нашу историю, если вы пообещаете слушать внимательно и быть должной аудитории. Я могу сделать это, но это хорошо, запомню. Ну, что же мне тогда рассказать? Мне рассказать историю о великом Витаре, спасительного Рюнтера и его поиске слов силы? Кажется, я это знаю. Поверьте, не так, как я это рассказываю. Хотя, вы, наверное, правы. Тема дела может быть очень знакома, и я не могу припомнить конец. Хм, как насчет грустной истории о великой леди Арибет, развивающей между любовью и честью, павшей от милости Тира? Ах... Мне говорили о кончании. Это правда, не так ли? Очень плохо. Мне так хочется рассказать ее грустную историю. Посмотрим, я подумаю о чем-то другом. Как насчет истории о великом лорде Нэшере? Каким этот человек был в свои славные дни до того, как стал грустным старым правителем? Может, что-нибудь оригинальное? Вы еще будете выбирать, да? Ну, очень хорошо, дайте мне некоторое время подумать над этим, но пока давайте продолжим создание собственной истории. Поняли, да? Первый взлог вообще не о чем. Продолжаем. Хорошо, я подумал, какую историю рассказать вам в Витаре. Это очень старая история о Тамарлине и песне любви. Любовь? Ик. Тихо. Так, вы обещали быть хорошим слушателем, как я помню, поэтому не шумите. Тамарлин был... 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 Или была? Хрен помеш. Эльфийским бардом. Одним из самых талантливых и известных за многие годы. В пике своей жизни он был счастлив в браке и имел много детей. Да, это был мальчик. Но он все еще чувствовал себя так, будто что-то не сделал. Он пожелал своим детям счастья, крепко прижал свою жену к груди, и пообещав вернуться, он начал величайшие приключения в своей жизни. Годами он искал Ханали Селанин. Селанил. Эльфийскую богиню любви. Он вызывал к ней, из ее храма ходил по полям Арвандора, пел ей сиренады с самых высоких гор. И когда он подумал, что не может больше искать, его мысли обернулись к его жене и детям. Ханали Селанил наконец пришла к нему. Она была самая прекрасная из эльфий, ее глаза согревали, а одета она была в золото и серебро. Ты искал мне, сказала она, и я пришла. Чего же ты желаешь от меня? Тамарлин был почти побежден ее красотой, но он заговорил. Ханали Селанил, сказал он, также прозванная ледь золотой сердца, красивой розой мать печали. Я желаю дара. Я хочу знать настоящее значение любви, чтобы я мог написать песню, которая составит новец сердца смертных и бессмертных. Дошли мне этот дар. Богиня обдумала ее предложение и усмехнулась. Я три объединенные в одну дитя, исполни задание для каждой из нас, и ты узнаешь настоящее значение любви и будешь вознагражден. Королева Арвандора, это эльфийская богиня Ангхарадх. Они обычно думают, как о трех богинях, три аспекта, которые объединились в одну. Три едины. Одна, конечно, это Ханали Селанил, богиня любви и золотых эльфов. Первая это Аэрдрия Фаения, богиня неба и крылатых Аварель. Третья это Сехаин, лук луны, богиня снов и луных эльфов. Тамарлин с готовностью согласился исполнить задание, но это я скажу вам в другое время, поскольку вы отвлекались. Эй, ну-ка, цыц. Ха-ха, если честно, Витара забыла, как дальше идет история, давайте просто идем дальше. В конце концов, я вспомню конец истории. Дальше. Корейси. Достаточно справедливо. Кажется, я уже помню, как продолжается история. Я сказал вам, что Тамарлин согласился выполнить задание для каждой из Три едины. Правильно? Первое задание было от Аэрдрия Фаения. Он должен был найти перо Феникса, который летает в небе в южных землях. Много лет Тамарлин обыскивал самые высокие пики Турмиша и Чондата, следуя словам легенды о Великой Птице, но он не находил ее. Через сто лет трудностей вернулся Тамарлин к той северной скале, оборванной, но с трюмфом на лице и пером искала Великого Феникса в руке. Для Сахаиния Лук Луны он должен был найти остатки трех лун, упавших на землю в огненном мерцании. Еще одно столетие прошло в поисках их, давно погребенных, давно забытых и разрозненных. Наконец, со слезами на глазах он назначился с тремя камнями в руках. Для Ханалии Солонил он должен был найти золотое сердце дракона, умершего столетия назад, одна из самых редких вещей, которые когда-либо искали. Он закричал от этой мысли, но он решился. Столетиями он путешествовал, следуя за слухами, пока наконец он не пришел в северные земли, когда услышал о умирающем Вирме. Тамарлин потратил много лет на поиск создания, а потом подружился с ним, поя песни старого дракона, пока он медленно слабел на протяжении годов. Может лет все-таки. Когда наконец Великий Зверь умер, Тамарлин был огорчен, но также и обрадовался, поскольку его путешествие подходило к концу. До того, как Тамарлин смог вернуться к богине, он нашел один человек из его народа, ему сказали ужасную новость, что его любимая жена и дети умерли от страшной болезни во время его отсутствия. Пораженный новостями, Тамарлин закричал, и в гневе обратился к богине, за то, что она так долго держала его вдали от семьи. Она не ответила. Тамарлин излил свою горечь, и свою боль, и свою потерю в песне. Поскольку он не мог петь о любви, он пел об этом, пел о том, что потерял, и это то, что он пел богине. И наконец Ханалисия Ланил пришла со слезами бегущими из ее золотых глаз. Наконец, дитя, ты понял, «Настоящее значение любви», сказала она. «Как я и обещала, ты будешь вознагражден». Сказав это, она подняла Тамарлин через ворота Арвандора, чтобы он воссоединился 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 с детьми и женой, чтобы он провел вечность с ними в раю. И это конец. Это прекрасная история. Спасибо, Витар. Я рад, что вам она понравилась. Кстати, почему вы рассказали мне именно эту историю? Ну, я не знаю, насколько эта легенда может быть правдой, но я знаю, что у меня есть правда. Эльфийский Барт по имени Тамарлин действительно был, и он действительно умер в том районе. Предположительно, он таки написал песню перед своей смертью, или так говорят слухи. Он был одним из самых великих бардов, которые когда-либо жили, эта песня была бы шедевром. Чтобы получить ее, чтобы у меня был шанс спеть ее, чтобы принести ее в мир, это было бы всем, Витар. Ну, в общем, вы поняли. Это, возможно, просто миф, Шарвин. Наверное, вы правы. Я не буду те же тебе надежды. А кто знает? Так. Может, мы найдем ее? Кто знает? Это правда. Окей, все. Шарвин. Шарвин закончила историю, сказала, что потерянная песня любита Марлина еще существует, хочет ее найти. Окей. Так, Шарвин, давай, загорай. Это мы берем с собой. Все, пошли. Так. Так, 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 так. Так, тактика. Больше ближнего боя используя оружие? Нет, только ближний бой. Дистанцию, среднее расстояние. Как решаетесь лечить? Да, на максимум. Если я не буду, если я буду не в состоянии открыть запер дверь или сундук, не помогайте мне. Ага, хорошо. Все, с этим разобрались. Так, сколько у нас времени? И как раз прошел час. Ну, давайте выберемся все-таки отсюда. Так, двери как открываются? Не открываются? До мной. Ай. Тут крепкие двери. Парень, сволочь. Ты же знал, как я их ненавижу. Давайте выйдем, так сказать, из этой душной комнатенки. Все ж таки. Ну, здрасте, здрасте. И начинаем мы сразу с ограбления. Итак. В этой... Так, кстати, я, кажется, забыл включить. Так, эта штука. Что у нас тут осталось? А, последователь. Здесь есть одна интересная штука. Вот тут, да, вот храм тира. В него надо идти первым. Потому что в храме тира, вот именно прям тут, на этой территории, есть одно задание, которое можно сразу и выполнить заодно. Поэтому мы сразу же пойдем туда. Но пойдем мы туда в следующей серии. Потому что, как я уже сказал, еще одна серия будет посвящена этому лагеру. Я чувствую. Потому что пока мы тут со всеми передрещим, пока мы это задание выполним, не дайте туда налево. Кошмар. Представляете? Целый час. Целый час просто читания. Это прикольная игрушка. Ну ладно, все. Давайте перекур. Отдыхать. На травке посидеть. Как там в песне? Как хорошо лежать на травке и что-то вкусное умять. Ну ладно. В общем, Засим из Бочитальня временно прекращает свое, так сказать, существование. До следующей серии. А пока что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, делитесь этим видео в соцсетях. Друзья, мы о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист, на поддержку канала и на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока. И до встречи в следующем эпизоде нашего с вами интерактивного мультфильма. под названием Nowhere Internets. И на этом все. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok